Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране. Если вы хотите знать, что на самом деле происходит в Турцию, то вам точно на этот канал. В инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих актуальных новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Давайте приступим. Если у нас будет, сразу предупреждаю, ребята, много криминала, много внутренней социальной жизни, что здесь происходит. Криминал, экономика и немножко политики, конечно же, тоже будет. Новость, которая просто взорвала вчера вечером соцсети, и это тема сегодняшнего дня, самая актуальная информация. Это жуткое, просто кошмарное преступление, которое вчера произошло в Стамбуле, в районе Фатих, это в центре города. Преступление просто жутчайшее, страшное настолько, что кадры с этого преступления государство запретило распространять в СМИ, публиковать их для лиц не просто несовершеннолетних, и для беременных, больных, людей, психически нездоровых и так далее, со слабой нервной системой и психикой людей. Не рекомендовано это к просмотру. В общем, в центре города в Стамбуле, в районе Фатих, 19-летний парень, изначально была информация, что из ревности, он вырезал голову своей девушки и спрыгнул с городской исторической стены. Его звали Семихчилик, он любил свою бывшую девушку Игбал Узунер и свою нынешнюю девушку Айшенур Халил. И мать этой 19-летней девушки, Игбал Узунер, которую молодой человек, как потом выяснилось, просто расчлевелась в городе, в центре, она сошла с ума просто на месте этого происшествия преступления. Поэтому турецкие власти в итоге вечером наложили официальный запрет на распространение видеокадров последствий этого преступления. А психически нездоровый молодой человек совершил это преступление. В центре города, в исторической его части, на знаменитой исторической стене, которую видят все туристы, когда вы приезжаете, эта стена когда-то тысячи лет назад являлась ограждением Константинополя, его защитой с моря. Прямо там на стене, на крыше, я не могу давать подробность, что меня YouTube не забанил, но по факту он занялся этой расчетой. В доме при обыске полиции у него нашли дома рисунок, который он сделал, тоже публиковать не могу. И он то же самое, что на рисунке нарисовано, сотворил и с телом девушки, после чего ее мама, когда это увидела, сошла с ума. Изначально в интернете были кадры, как он прыгает с этой стены, и когда уже и мама ее туда прибежала, ведь эти кадры были кричащие, с уходящие с ума матери, и когда уже люди поднялись туда на стену, вообще начали, условно, разбираться, там дело 10-15-20 минут, и на стене, в смысле, там есть такая площадка, чтобы вы понимали, территория определенные, квадратные метры, она широкая, эта стена, да, она не просто, просто стена, как строение. И там увидели последствия, если так можно выразиться, что произошло, которая там произошла. Он это сделал посреди белого дня. Сказалось бы, ну да, есть сумасшедшие, ненормальные, нездоровые люди, и что из этого может выйти? Обычная проходящая криминальная ужасная новость, но в соцсети взорвались, конечно же, и настолько недоумение было, это поглотило всех граждан, абсолютно всех категорий в обществе, о том, что, где, собственно, президент, почему он не занимается внутри политикой внутренней страны, своей Турции, спасает он палестинцев, борется он с Израилем, ищет много кого, какие-то причины, но здесь прямые вопросы именно президенту задавались, не государству как таковому. Оппозиционный глава НРП Озгюрозель сделал заявление тут же вчера вечером о том, что осуждает преступление, которое совершил молодой человек, и он сказал, что власти должны объяснить вообще народу, как убийца, который, как сообщается потом, СМИ сообщилась пять раз в этом уже году, был госпитализирован с психическим заболеванием, и он мог свободно бродить по улицам и вообще составлял, как бы, своим поведением опасность для всех окружающих, носит это все на самом деле, как он заявил, политический характер, то есть политики не занимаются охраной, в принципе, людей, в частности, женщин. Также были заявления и актрис, и феминисток, которые еще здесь в стране есть. Я напомню, что Турция вышла из Стамбульской конвенции, вышла Турция, Стамбульская конвенция по правам женщин и защиты, это несколько лет назад произошло. Но в любом случае, все это сегодня абсолютно самая животрепещущая тема, безопасность женщин, насилие в отношении женщин, насилие бытовое, домашнее, детей в том числе, историю про Нарин вспоминаем, и вот это все, эта тема, конечно, самая животрепещущая сейчас, вот на сегодняшний момент, сейчас в СМИ и везде. Следующая большая новость, которая здесь в СМИ тоже обсуждалась, она была принята неоднозначно. Если вы помните, вы критиковали в комментариях, в турецких некоторых каналах, СОСЧУ, например, обсуждалось, возможно, что Турция будет следующей после Ливана и Газы, и Израиль может напасть на Турцию буквально через два дня после моего видео. Об этом теми же словами официально заявил Эрдоган, президент страны, продолжил этот нарратив, который был на телевидении до этого. Фраза, которую он сказал, что после Ливана и Газа Израиль может атаковать и Турцию. Окупация территории, агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное с законом, а банда убийц, отметил президент Турции. Реакция на это в обществе была абсолютно разная. И, например, официально член партийного совета ДжХП Али Хайдар рассказал в эфире Хабер Тюрк, он давал интервью, он прокомментировал эти взгляды президента и, скажем так, об угрозе Израиля в адрес Турции. И вот некоторые тезисы из его интервью. Например, Израиль — это страна с 8 миллионами населения. Да, оно владеет большим запасом международного влияния, оружия, экономическая мощь есть, что является как бы неоспоримым фактором. Но предположение, что Израиль может напасть на Турцию, оно абсолютно преувеличено и раздуто, потому что это просто нереально экономически, политически, НАТО и вся прочая история. Также Турция сейчас в прямом эфире поддерживает с Израилем, продолжает экономические отношения. И реального конфликта на данный момент не существует, несмотря на риторику президента. Также в стране нарастают внутренние проблемы, такие как бедность, несправедливость. И правительству нужно сфокусироваться на укреплении внутренней политики, а не заниматься созданием вообще образа какого-либо внешнего врага. Инфляция и экономические трудности в стране не решаются, а власть, теряя способность эффективно управлять, пытается отвлечь внимание людей, создавая внешних врагов. Вот это цитаты, тезисы официального представителя оппозиционного правящей партии. Напомню, что весной на выборах оппозиция заняла больше 80% по всей стране в муниципалитетах на выборах. То есть это взгляд не меньшинства прям какого-то в стране. Люди, которые больше 80% разделяют подобные позиции и взгляды в стране. Ну и следующее, что тоже вызвало, знаете, недоумение и не супер радость, я скажу честно, у людей в соцсетях, у турок. Сотни людей прибыли из Ливана в Турцию из-за угрозы войны в связи с продолжающейся вот этой воздушной атакой Цахала на страну и Ливан. В Ливане была нарушена работа аэропорта в Бейруте, и люди стремятся покинуть страну водным путем. То есть выбирают транспорт, водные корабли, различные паромы. И вот сотни людей прибыли и в Турцию из Ливана, отправились они морем сюда. Пассажиры, сошедшие с парома, рассказывали, давали интервью о том, что они уехали из-за войны, из-за взрывов небезопасности. Но многие заявили о том, что они не останутся в Турции, и они планируют отправиться в какую-то другую страну, какую они не, скажем так, не упоминали, не говорили конкретики в Европу или там еще куда-то они поедут. Ну, посмотрим. Ну, я скажу сразу, что турки как бы не очень этому рады. Тут и так вопрос сирийцев и всего прочего. И ВНЖ, и вот эта вся история, и тут еще из Ливана, здрасте, приехали. И они с пониманием жалеют. Никому не хочется пожелать, да, условно быть под бомбежками, да. Но, простите, страна тоже не резиновая. Очень интересная инициатива появилась. У нас появился сайт государственный, официальный, на котором вы можете проверить производителей каких-либо товаров, питания, продуктов. Этот сайт, это инициатива Министерства сельского хозяйства Турции. И они начали опубликовывать, заполнять этот сайт списками производителей, которых поймали в подделке, в фальсификациях продуктов питания. К примеру, одна из фирм использовала свинину в традиционном блюде таскебаб. В Анталии это происходило. И, как выяснилось, вот это вот расследование, когда их эту компанию поймали, они хотели удешевить продукт свой, свое блюдо. Также, кроме того, в продуктах одной из компаний, производящей специи, нашли красный, вместо красного перца и сумака, был найден запрещенный краситель, который опасен для здоровья людей. Также в йогурте, заявленном как молоко буйволицы, не было обнаружено вообще следов молока от буйволицы. Это определенный, скажем так, порода, вид коров. Интересненький сайт. Если вам нужно название, в телеграм-канале ссылка, там есть новость, посмотрите, пожалуйста. Интересуйтесь, кто живет в Турции, знает турецкий. Очень интересно мониторить этот сайт по мере его заполнения. Готовый сценарий для турецкого сериала или островсюжетного какого-то фильма. Буквально на днях произошла эксгумация тела убийцы, так как родные жертвы, которые он когда-то убил, подозревают, что смерть его была инсценировкой. И они попросили установить ДНК, взять тесты при эксгумации, установить личность человека, захороненного в этой могиле. Молодого человека, который погиб когда-то давно, назовем тогда, его звали Джен Гарри Паулу. Он был осужден за жесточайшее убийство своей девушки, ей было 18 лет, в 2009 году еще. Спустя его осудили, присудили срок, но спустя 5 лет от ситки в тюрьме он покончил жизнь самоубийством. И семья погибшей девочки по фамилии Карабулут, они долго добивались все эти годы эксгумации тела этого молодого человека. Они выражали сомнения в подлинности его смерти и предполагают, что это была скорее всего инсценировка. И там не его тело на самом деле, а он сбежал из тюрьмы, условно за деньги, взятку и так далее. И адвокат Семи сообщил, что эксгумация будет осуществлена с полным излечением тела для проведения всех возможных исследований. И также он отметил, что существует риск того, что анализ биоматериалов из-за прошедшей давности, уже больше 10 лет назад, возможно, тест ДНК не получится сделать. Но возможно, если тест из костей и зубов, скорее всего, тест получится сделать. Но из мягких тканей и так далее, навряд ли. Результат экспертизы будет примерно через 10 дней. Так что через недельку, скорее всего, в СМИ мы получим информацию истины, которые вот столько лет, скажем так, переживали сомнения семья погибшей девушки. Технофест в Адане открыл свои двери и на территории аэропорта в городе Адана стартовал фестиваль авиации. Все возможные компании по космонавтике, по технологиям представлены на технофесте, которые ведут техническое совершенствование, производство, представительство разных технических университетов в Турции. И также был представлен седан электрокара ТОК турецкого, это тоже обсуждалось. В Хатайе полиция задержала профессионального попрошайку в очередной раз. Это у нас не первая новость подобная, в разных городах Турции это происходит. И вот его дневная выручка на момент задержания составляла 13 тысяч турецких лир, что составляет 400 долларов. Что хочется отметить, когда его снимали на видео, фотографировали с изъятыми деньгами, это обычная стандартная процедура при задержании. Просто стоял, улыбался. Я думаю, что скорее всего там не было сказано, какое будет наказание. Конечно же первое, это первичное, если он попал в административку, штраф. Но это вот хихидная улыбка. Знаете, зараз я словно пойду и дальше буду делать то, что я хочу, что вы мне сделаете. То есть 400 долларов в день на кармане, даже не в Стамбуле, не в Анкаре, не в Измире, не в каком-то крупном огромном городе, в Хатае просто. То есть в ценнике в Стамбуле в разы, конечно, в туристической зоне выше. Также новость интересная про деньги и экономику. У одного мужчины, у него пропал кот, которого очень сильно любил, очень сильно. И он назначил награду в 60 тысяч турецких лир, это примерно 1750 долларов по курсу, тому, кто вернет его пропавшего котика. Котик убежал у него из дома. Это происходило в течение недели. Кот пропал, он дал объявление и в соцсетях, и у себя в городе. Так вот, кот, на самом деле, что произошло? Кот его убежал к соседу Ахмету Алишану, так его зовут. Кот убежал в тот момент, когда почувствовал запах рыбы, потому что мужчина у себя во дворе, на заднем дворике, готовил рыбку, жарил. Кот прибежал, он его накормил. Ну, они не супер близкие соседи, скажем так, подальше. Кот так и прижился, оказался этот мужчина добрым, кота начал подкармливать. Кот не уходил от него, так он у него и задержался на несколько дней. После чего мужчина увидел объявление, опознал кота, что идет розыск, и вернул его своему соседу. Ну, не прям сосед-сосед, сразу говорю, да, не соседний дом, подальше, условно, на соседней где-то улице он жил. И в сети тоже верстилось видео, как этот мужчина считал деньги, 60 тысяч турецких лир, он отдал, да, как и обещал своему соседу, за кота, которого он вернул. Вот так котик на 60 тысяч лир сходил рыбки покушать соседом. Вот такие новости в Турции на данный момент. Напишите в комментариях, какая новость вас оставила неравнодушным. Очень интересно почитать. Увидимся в следующих видео в инфобоксе. Есть ссылка на телеграм-канал новостей свежих из Турции. Обязательно подписывайтесь. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.